МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смотрите сегодня в программе. Зарплаты россиян растут, однако реальные доходы падают. Минфин предложил обложить сладкие безалкогольные напитки акцизом в 5 рублей за литр. Холодный ветер и дождь не смогли помешать открытию 2-го Восточного экономического форума. В эфире новости экономики в студии Марина Мишкина. Здравствуйте. Зарплаты растут. Второй месяц подряд у россиян увеличивается заработок. Однако реальные доходы падают. В июле они снизились на 7%, а за два года кризиса на четверть. Большинство аналитиков прогнозируют новое падение доходов в следующем году. Но есть и те, кто надеется на небольшой рост. Радоваться росту зарплат, увы, не приходится. Прибавилось-то всего 2%. А вот потеряли россияне за два года около 25%. Чтобы компенсировать эти потери, заработок должен расти постоянно. Но здесь нет никаких гарантий. Ведь летний скачок зарплат может быть связан с отпускным сезоном. Люди массово получали отпускные. Сейчас же все вернется на круги своя. По мнению некоторых экспертов, Россия еще не скоро вырвется из кризиса. И даже если падение доходов будет не таким явным, как сейчас, от него никуда не деться. Трудную ситуацию прогнозируют как минимум до 2018 года. Но есть и аналитики-оптимисты, которые уже в следующем году ждут экономического роста и снижения инфляции. И тогда доходы населения начнут расти. 5 рублей за литр. Таким акцизом Минфин хочет обложить безалкогольные сладкие напитки. Цель – контролировать потребление сахара и, конечно же, пополнить российскую казну на 80 миллиардов рублей за три года. Такая практика в мире существует давно. Например, в США газировки облагают налогом более 50 лет. Но, несмотря на это, Америка так и остается мировым лидером по количеству людей с ожирением. Налог на сахар в Минфине обсуждают с февраля. Вот только с каких именно напитков будут взымать акциз, чиновники так и не решили. Более того, они отказываются от комментариев. Зато президент Союза производителей безалкогольных напитков Дмитрий Петров по этому поводу высказался. Он отметил, что в кризис продажи шипучих лимонадов и так упали почти на 15%. А налог 5 рублей за литр еще больше ударит по отрасли. Ведь цены на продукцию вырастут, а объемы продаж упадут. Тем не менее, идея введения акцизов на напитки не дает чиновникам покоя. Сахар в напитках, по их мнению, надо контролировать. Однако, помимо газировки, есть еще много других продуктов с повышенным содержанием сахара. Тогда с введением акциза на сахар подорожают и другие продукты. В итоге население со средним заработком перейдет на более дешевые товары или суррогаты. А это уже точно не полезно для здоровья. Получается, что введение акцизов на сладкие напитки не принесут плюсов ни бюджету, ни обществу. Нелетная погода, холодный ветер и дождь не смогли помешать открытию Второго Восточного экономического форума. В первый день осени в городе Владивостоке встретились представители всех регионов Дальневосточного федерального округа. Каждый из субъектов представил презентационный мини-фильм о себе и визитную карточку из нескольких вокально-хореографических номеров. Форум будет проходить с 1 по 4 сентября. Крупнейшая презентация дальневосточных регионов в одном месте. Второй Восточный экономический форум открыл свои двери на острове Русский. В столицу Приморского края съехались более 3000 участников из 32 стран Азии, Европы и Америки. Всем им есть, что показать и предложить. Здесь обсуждают стратегии развития, подписывают договоры с российскими и иностранными инвесторами. Дальний Восток большой, с ним невозможно познакомиться в одной точке. Он более 6 миллионов квадратных километров. Поэтому спасибо, что вы, несмотря на дождь, несмотря на непогоду, приехали сюда для того, чтобы поделиться частицей своей любви к Дальнему Востоку. Дорогие друзья, давайте поприветствуем участника фестиваля Культурная часть началась с карнавального шествия участников фестиваля «Улица Дальнего Востока». Национальные костюмы, символы своих территорий и транспаранты. Каждый регион продемонстрировал красоту и экономический потенциал своего края. Культура Дальнего Востока красива, богата, многообразна и неповторима. Мы очень хотим, чтобы, побывав на нашем форуме, побывав на нашей улице Дальнего Востока, вы эту частичку любви к нему везли с собой. Вдоль берега расположились около 20 экспозиций. В центре внимания – павильоны 9 дальневосточных субъектов. Горнолыжный тренажер-стимулятор, мастер-класс по промывке золотоносных песков и макет железнодорожного перехода. Каждая экспозиция уникальна по-своему. Амурская область представила макет Албазинского «Острога» и космический павильон. Гости смогут увидеть экспонат первого пуска ракеты на космодроме «Восточный» и даже попробовать космическую еду. В составе амурской делегации 150 человек. Это губернатор области, сотрудники правительства, инвесторы и артисты, которые выступят на закрытии форума. И это были все новости экономики на сегодня. До свидания.